Депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева посетила Десногорск 2 декабря. В здании Центральной Библиотеки была организована онлайн-приемная. В этом году в мае месяце второй ребенок родился, и вот на нее подали такое же заявление. Пенсионный фонд нам отказал. В период пандемии такой способ связи остается оптимальным. За время онлайн-приема Ольга Окунева успела провести несколько диалогов с десногорцами. У горожан возникали вопросы в области законодательства. Будучи не всегда верно информированными, они сталкиваются со сложностями в реализации своих законных прав. Достаточно странная ситуация, когда на первого ребенка назначено получают, а на второго нет, непонятно. Может быть были изменения в законодательстве? Ну, надо посмотреть. В формате домашнего чаепития Ольга Окунева провела встречу с волонтерами города. 5 декабря добровольческие движения всего мира отмечают свой профессиональный праздник. И волонтерский штаб в Десногорске уже два года вносит свой вклад в общее благое дело. В узком кругу удалось обсудить темы и вопросы, которые волнуют как молодежь, так и в частности волонтеров. Должно ли волонтерство поощряться? Могут ли волонтеры иметь льготы вплоть до более раннего выхода на пенсию? Как привлекать в движение людей старшего поколения? Над этими и другими темами законотворцам еще предстоит подумать. «Внимание того, что это ценится, должно быть. Над этим, наверное, надо подумать и готово с коллегами пообсуждать. Сегодня таких, откровенно говоря, проектов нет. И местные органы власти сами находят каким-то образом, способом». Тем не менее, нынешние успехи десногорских волонтеров не остаются незамеченными. К наградам последнего времени добавились благодарственные письма Государственной Думы. Таким образом признаны заслуги Александры Киселевой, Артема Ольхового и Дмитрия Ерофеева. При этом Ольга Окунева отметила, что иногда именно такие встречи становятся толчком к новым законодательным инициативам. «У нас есть примеры, что мы меняли в законах от таких встреч, от личных присед, даже встречи на улице иногда помогают совершенствовать федеральный закон».